Эрл Стэнли Гарднер Дело о коте-привратника Часть третья Доктор Джейсон выступил вперёд, издал неопределённое восклицание, достал из кармана фонарик. Все столпились в кружок, но никто не поднёс ближе газовый фонарь, так что гроб оставался в тени. — Каков ваш вывод, доктор? — спросил прокурор. Карманный фонарик доктора Джейсона осветил внутренность гроба. Пальцы его дотронулись до обугленного тела. — Трудно сказать, он обгорел так, что вот-вот рассыплется. Придётся поискать такой участок, где кожа была бы защищена одеждой. — А как насчёт угарного газа? — Нет нужды проверять, он всё равно есть. — Ладно. Можете вы приступить к осмотру? — Прямо сейчас, здесь? — Да. — Это будет трудно, и заключение не будет окончательным. — Разве вы не можете высказать догадку? — доктор Джейсон покорно вздохнул. — Отвечу через несколько минут, — сказал он. Один из рабочих подошёл с фонарём. Доктор выражал негодование по поводу погоды и неодобрение по поводу всей процедуры. — Свет сюда! — Нет, не так близко. Тень не должна падать внутрь. — Так, стойте там, — распоряжался доктор. Он покопался в гробу, потом достал из кармана нож, чётко раздался звук проходящего сквозь ткань лезвия. Через минуту он выпрямился и кивнул Гамильтону Бергеру. — Вы хотели догадку? — Да, именно. Доктор Джейсон, сдвигая крышку на прежнее место, сказал. — Начинайте расследование. Гамильтон Бергер постоял, уставившись на гроб в задумчивости, потом кивнул и повернулся на каблуках. — Отлично, — сказал он. — Начнём. — Поедете с нами, мистер Мэйсон. Дрейк отправится следом в вашей машине. Вы, доктор, останетесь. Мэйсон пошёл за Бергером к прокурорской машине. За руль сел Том Глассмен. Всех муромолчали. Дворники монотонно ходили по лобовому стеклу, и их звук перекрывал шум мотора и шуршание шин. — Мы едем к Лэкстеру? — спросил, наконец, Мэйсон. — Да, — сказал Бергер, — в городской дом. Я хочу задать ему несколько вопросов. Собираетесь предъявить обвинение? Задам несколько прямых вопросов. Не думаю, что сразу предъявлю обвинение. Нужно сначала подготовиться. Я не буду пока спрашивать о шланге. Думаю, что вам, Мэйсон, и вашему детективу лучше не присутствовать, когда мы будем задавать эти вопросы. — Хорошо, — сказал Мэйсон. Мы сделали все, что могли. И я знаю, где есть теплая мягкая постель, горячий пунш и... — Еще нет, — перебил Бергер. — Вы это дело начали, и вам надо быть в курсе. Мэйсон вздохнул и откинулся на подушке. Машина промчалась по пустым улицам и кривым переулком взобралась на холм. — Где-то здесь, — объявил Бергер. — Участок большой. Старайся не включать фары без надобности, Том. Я хотел бы взглянуть на гараж, прежде чем мы кого-нибудь потревожим. У поворота Глассман сбавил скорость, остановил машину и выключил мотор. Не слышно было ни звука, лишь стук дождевых капель по крыше машины. — Все нормально, — сказал Глассман. — А отмычки есть? — спросил Бергер. — Конечно. Хотите, чтобы я открыл гараж? — Да, я хотел бы взглянуть на машины. Глассман направил фары на висящий замок, в котором запирался гараж, открыл дверцу и выбрался под дождь. Он достал из кармана связку ключей, через минуту кивнул Бергеру и отодвинул дверь. — Осторожней, — предупредил Бергер. — Не захлопни двери, нельзя поднимать тревогу раньше времени. В гараже стояли три машины. Фонарик Глассмана по очереди осветил каждую. Глаза Мэйсона сузились при взгляде на новенький Поккарт-седан. Заметив выражение его лица, Бергер спросил. — Что-то обнаружили, Мэйсон? Перри Мэйсон отрицательно покачал головой. Фонарик Глассмана обследовал номера машин. Вот это зарегистрировано на имя Сэмюэля К. Лэкстера. Он указал на двухместный автомобиль с несколькими запасными камерами, подвешенными с разных сторон. Это была мощная машина с низкой посадкой, блестевшей эмалью и хромированной сталью. — Модель скоростная, — шепнул Бергер. — Поверни-ка фонарик сюда, к глушителю, Том. Глассман повернул луч света к выхлопной трубе, а Бергер наклонился рассмотреть ее. — Что-то сюда присоединяли, — заметил он. — Что ж, пошли поговорим с Сэмюэлем Лэкстером и поглядим, что он скажет, — предложил Глассман. Перри Мэйсон с безразличным видом, прислонившись к стене гаража, разминал пальцами сигарету. — Я, конечно, не хочу вмешиваться, но вы могли бы найти шланг, если бы как следует поискали. — Где? — спросил Бергер. — Где-нибудь в машине. — Что заставляет вас думать, что он там? — Пожар, — пояснил Мэйсон. Пожар начался в спальне Лэкстера или рядом. Гараж от нее далеко. Машины, которые стояли в гараже, спасли от огня. Кусок шланга — улика. И Лэкстер, разумеется, не оставил бы его там, где его можно найти. Возможно, конечно, что он его припрятал в другом месте. Но есть шанс, что он в машине. Глассман без особого энтузиазма потянул за ручку, при помощи которой поднималось откидное сидение, забрался в машину и посветил фонариком. Он поднял переднее сидение, открыл щиток, обшарил заднюю часть машины. — Вот какое-то запертое отделение, — подсказал Бергер. — Это под клюшки для гольфа, — объяснил Глассман. — Посмотри, не подойдет ли сюда какой-то из ключей. Глассман попробовал ключи один за другим и покачал головой. — Посмотри, нельзя ли отодвинуть ту штуку на переднем сидении и заглянуть туда. Рессуры закачались под тяжелым телом Глассмана. Он глухо сказал. — Тут что-то есть. Похоже на гибкий шланг. — Отмычку возбужденно скомандовал Бергер. — Надо взглянуть. Глассман отомкнул замок со словами. — Не очень аккуратно получилось. Будет жуткий скандал, если мы не правы. — Начинаю думать, что мы правы, — мрачно заметил Бергер. Глассман протянул руку и достал футов двенадцать шланга. На одном конце к нему болтами были привинчены два ремешка. С другого конца резина была растянута в виде гриба. — Но, — сказал Бергер, — сейчас поднимем Лекстера. — Хотите, чтобы мы подождались здесь? — спросил Мейсон. — Нет. Можете подняться в дом и посидеть в гостиной. — Долго ждать не придется. Он, наверное, осознается, если вытащить его прямо из постели. Дом стоял на холме. Гараж находился на небольшом расстоянии от дома. Каменные ступени вели к усыпанной гравием дорожки. Асфальтированная дорога от гаража обходила вокруг дома, являясь одновременно подъездом к парадной двери и дорогой для провоза к заднему двору продуктов и прочего. Двигаясь молча, мужчины поднялись по ступенькам. Наверху Бергер остановился. — Послушайте, что это? Из туманной тьмы исходил металлический звук, сопровождаемый характерным поскребыванием. — Кто-то копает, — тихо сказал Мейсон. — Лопата ударяется о камни. — Клянусь богом, — Мейсон, — шепнул Бергер, — вы правы. — Том, тебе лучше приготовить фонарик, а в карман положи пистолет, на всякий случай. Бергер пошел впереди. Все четверо старались шагать как можно тише, но гравий дорожки скрипел под ногами. Глассман шепнул. — Лучше идти по траве, — и сошел с тропинки. Остальные последовали за ним. Трава была мокрая, почва сырая, и дальше они двигались в полной тишине. В доме горели огни, освещая под окнами отдельные участки. Человек, который копал, держался от них в стороне. — Там, за ползучим растением, — сказал Глассман. Он мог этого и не говорить, и так было ясно. Стебли растения дрожали от тяжести воды. Капли дождя каскадом стекали с листьев и попадали в поток света из-за стекленной двери. Снова застучала лопата. — Яму закапывает, — заметил Мэйсон. Луч фонарика Глассмана пронзил темноту. Какая-то фигура отскочила и заметалась в тени растения, которая при свете фонаря оказалась розовым кустом. Глассман скомандовал. — Выходите именем закона! Руки! — Что вы тут делаете? — спросил приглушенный голос. — Выходите, — повторил Глассман. В темноте на фоне светящихся листьев показалась фигура. Мокрая поверхность листвы отражала свет фонаря, и Мэйсон рассмотрел лицо человека. — Это Фрэнк Оуфли, — сказал он Бергеру. — Кто вы такой? — шагнул вперед Бергер. — Я Оуфли. Фрэнк Оуфли. Один из владельцев этого дома. А кто вы и что вы тут делаете? — Проводим небольшое расследование, — отвечал Бергер. — Я окружной прокурор. — Это Том Глассман, мой следователь. — Зачем вы тут копаете? Оуфли тихо выругался, вытащил из кармана телеграмму и протянул ее прокурору. Луч фонаря осветил телеграмму. Разорванный рукав и сцарапанные руки, покрытые грязью. — Напугали вы меня своим фонариком, — сказал он. — Я прыгнул в самые колючки. Но все равно я и так весь исцарапался. — Хороший же у меня вид. Он оглядел свой костюм, рассмеялся, как бы извиняясь. Но четверо мужчин не обратили внимания на его вид, они изучали телеграмму. Колцдорфские бриллианты спрятаны в костыле Эштона, ТЧК. Больше половины дедовских денег зарыты под окном библиотеки, где розовый куст вьется по решетке, ТЧК. Место отмечено палочкой, воткнутой в землю, ТЧК. Они не глубоко, ТЧК. Не дальше нескольких дюймов. Телеграмма была подписана «Друг». Вроде телеграмма настоящая, тихо сказал Глассман. Прошла через телеграф. — Что же вы нашли? — спросил Бергер. Оуфли шагнул вперед и тут впервые заметил Мэйсона. Он мгновенно напрягся и спросил. «А что делает тут этот человек?» «Он здесь по моей просьбе», — сказал Бергер. «Он адвокат Чарльза Эштона, привратника». «У меня к Эштону несколько вопросов, и я хотел бы, чтобы Мэйсон присутствовал». «Так вы нашли что-нибудь там, где копали?» Я нашел палочку. Оуфли вытащил ее из кармана. Она была в земле. Я прокопал суглинок и гравий. Там ничего нет. «Кто послал телеграмму?» «Вы могли бы это определить?» Бергер тихо сказал Глассману. «Том, перепиши номер, съезди на телеграф и попроси найти эту телеграмму. Разузнай все, что сможешь. Достань адрес отправителя». «Вы что, приехали из-за телеграммы?» — спросил Оуфли. «Будь проклятой, это ночь! Не стоило мне вылезать и копать тут! Но вы понимаете, что я почувствовал после такого совета?» «Мы приехали в связи с другим делом», — объяснил Бергер. «Где Сэм Лэкстер?» Оуфли вдруг заволновался. «Нет его. А зачем он вам?» С минуту Оуфли колебался, затем спросил. «Вы разговаривали с Эдит Дево?» «Нет», — сказал Бергер. «Я не разговаривал». «Я с ней говорил», — сказал Мэйсон, внимательно посмотрев на Оуфли. «Я так и знал», — сказал Оуфли. «Просто удивительно, до чего вы любите совать нос в чужие дела». «Хватит», — остановил его Бергер. «Идемте в дом. А что там насчет бриллиантов, спрятанных в костыле Эштона?» «Вам об этом известно столько же, сколько и мне», — мрачно огрызнулся Оуфли. «Сэма нет дома?» «Нет». «А где он?» «Не знаю. На свидании, наверное». «Ладно», — сказал Бергер. «Пойдемте». Они поднялись на крыльцо. Оуфли достал связку ключей, открыл дверь и сказал. «Извините, я на минутку отмоюсь и переоденусь». «Стой-ка, парень», — остановил его Глассмен. «Тут ведь речь о полумиллионе монет. Мы, конечно, тебе верим, но не лучше ли проверить твои карманы и убедиться...» «Глассмен», — предостерег Бергер. «С мистером Оуфли не надо так обращаться». Он повернулся к Оуфли. «Извините, мистера Глассмена, за слишком резкие слова, но мне в голову пришла та же самая мысль. Да и вам, без сомнения, тоже. Речь идет об огромной сумме. А если автор телеграммы поклянется под присягой, что вы откопали хотя бы часть этих денег...» «Я же ничего не нашел. А если и нашел бы, так они все равно мои. Половина, во всяком случае». «Не думаете ли вы, что вам лучше запастись свидетелями?» «А как это сделать?» «Подвергнуться добровольному обыску». «Валяйте!» Лицо Оуфли помрачнело. «Обыскивайте». «Его обыскали». Бергер удовлетворенно кивнул. «Может быть, позже вы будете рады сотрудничеству с нами». «Не буду. Теперь можно пойти переодеться?» «Лучше не надо», — покачал головой Бергер. «Сядьте. Вы быстро обсохнете». «Хорошо», — вздохнул Оуфли. «Выпьем по рюмочке. Вы, кажется, тоже побывали под дождем. Бурбон? Ржаное или шотландское?» «Что не выберешь», — заметил Мэйсон. «Все равно виски». Оуфли метнул на него подозрительный взгляд и позвонил. В дверях появился мужчина с синевато-багровым шрамом на правой щеке, придававшим ему выражение злобного торжества, и спросил. «Вы звонили?» «Да», — сказал Оуфли. «Принесите виски, Джим. Бурбон, шотландское и содовую». Человек кивнул и удалился. «Джим Брэндон», — объяснил Оуфли. «Он из-за шофера и из-за дворецкого». «Каким образом он был ранен», — поинтересовался Бергер. «Автомобильная авария, кажется». «Это вы, мистер Бергер, окружной прокурор?» «Да». «Сожалею, что Эдит Дево сказала то, что сказала». «Почему?» «Потому что пожар начался вовсе не от выхлопных газов. Это вообще невозможно». «Где у вас телефон?» — спросил Глассман. «В холле я покажу. Или Джим покажет». «Неважно. Следователь встал. Я сам найду». «Вы слышали об отравлениях угарным газом, мистер Оуфли?» — спросил Бергер. «Конечно». «Вам известно, что угарный газ образуется в автомобиле, когда работает мотор. Причем тут угарный газ? Он же невоспламеняющийся». «Зато он отравляющий». Что-то в голосе Бергера заставило выгнуться брови Оуфли. «Господи боже!» — воскликнул он. «Не хотите же вы сказать...» «Нет, это невероятно. Я не могу в это поверить». «Неважно, во что вы не можете поверить, мистер Оуфли. Мы заходили в гараж и обыскали машину Сэма Лэкстера. Мы нашли длинный шланг». «Да», — сказал Оуфли, не удивляясь. «Эдит видела его». «Так где же сейчас Сэм Лэкстер?» «Не знаю. Уехал?» «Каким образом? Его машина в гараже». «Да», — согласился Оуфли. Шофер увез его в город на Покарде. Потом пригнал машину назад. «Не знаю уж, как Сэм вернется, разве что...» «Шевроле где-то там». «Шевроле?» «Да, служебная машина. Обычно на ней ездит Эштон. Она у нас для подвозки грузов и для всяких поручений». «У вас есть машина?» — спросил Бергер. «Есть. Бьюик, который стоит в гараже». «А большой Покарт?» «Его дед купил незадолго до смерти. Когда дом сгорел, машины спасли. Да, гараж был на углу, с краю. То есть пожар начался далеко от гаража. Да, похоже, он начался возле дедовой спальни». «У вас есть соображения, как начался пожар?» «И ни одно. Слушайте, мистер Бергер, я бы предпочел, чтобы вы поговорили об этом с Сэмом. Мое положение достаточно щекотливо. В конце концов, Сэм мне родственник. Говоря откровенно, я уже слышал рассказ Эдит Дево, но не придал ему значения. Угарный газ для меня, конечно, новость. Я просто поверить не могу, что такое возможно. Должно же быть какое-то объяснение». Вошел Глассмен с телеграммой в левой руке. «Телеграмма подлинная», – доложил он с порога. «Была отправлена по телефону. Подпись друг. А номер телефона отправителя – 623-98. Телефон зарегистрирован на заведение в Афли Уинни». «Чушь!» – Мэйсон вскочил. «Хватит, Мэйсон», – сказал Бергер. «Не вмешивайтесь!» «Какого дьявола?» – взорвался Мэйсон. «Вы мне не указ, мистер Бергер. Уинфред Лекстер не посылала этой телеграммы». «Не стало бы Уинни посылать такую телеграмму», – подтвердил Оуфли, глядя на Глассмана. «Тут какая-то ошибка». «Но она ее послала», – настаивал Глассмен. «Черта лысого!» – рявкнул Мэйсон. «По телефону ее мог послать кто угодно». «Да, уж», – заметил Глассмен. «У ваших клиентов вечно какая-то конспирация». «Вовсе она не моя клиентка», – сказал Мэйсон. «А кто же ваш клиент?» «Думаю, что кот ухмыльнулся Мэйсон». С минуту длилась тишина. Затем послышался шум автомобильного мотора. На мгновение за окном сверкнули передние фары, затем повелительно взвыл сигнал. Джим Брэндон вошел в комнату с подносом, на котором стояли бутылки, стаканы и два сифона. Он поспешил поставить поднос и заторопился к двери, потому что сигнал взвыл снова. «Это Сэм Лекстер», – сказал он. Бергер поймал его за рукав, когда Джим проходил мимо. «Не надо так спешить», – предложил он. Глассмен прошел по коридору и открыл парадную дверь. Сигнал раздался снова. «Выходите, Джим», – сказал он. «Посмотрите, что там нужно». Джим Брэндон зажег свет на крыльце и вышел. «Джим», – позвал его Сэм Лекстер. «Я в аварию попал. Идите поставьте машину». Бергер отодвинул портьеру. Яркий свет с крыльца падал на несколько старомодный шевроле с поломанными дворниками, вдавленным крылом и смятым бампером. Сэм Лекстер выбрался с водительского места. Лицо его было поцарапано, правая рука перевязана окровавленным платком. Бергер подошел к двери. Прежде чем он добрался до нее, фары вновь высветили моросящий дождь. Подъехал большой седан с мягкогудящим мотором. Он развернулся и остановился. Оттуда выпрыгнул на дорожку человек, повернулся и помчался прямо к дому. Затем, заметив Сэма Лекстера, внезапно остановился. Перри Мейсон хмыкнул и объяснил Бергеру. «Перед нами никто иной, как наш выдающийся современник Нат Шастер. В течение следующего получаса вы будете иметь возможность установить, последовал ли он за Сэмом Лекстером, потому что знал о вашем присутствии здесь, или появился случайно». Бормоча проклятия, Бергер устремился к крыльцу. Шастер позвал резким и взволнованным голосом. «Слыхали вы об этом? Нет, вы слыхали? Знаете, что они вытворяют? Знаете, что произошло? У них приказ вырыть тело вашего дедушки, и они выкопали его!» На залитом кровью лице Сэма Лекстера проступило удивление. Фрэнк Оуфли, стоящий возле Бергера, спросил. «Это еще что за чертовщина?» «Спокойно», – предупредил Глассмен. «Я только что узнал! Хотите ли вы, чтобы я предпринял законные шаги?» Он умолк, увидев на крыльце фигуру Бергера. «Входите, мистер Шастер», – предложил прокурор. «Если будете там стоять, вы совсем промокнете». На лице Сэма Лекстера блестели капли дождя. Рана на его щеке кровоточила. Губы в волнении дергались. «Что происходит?» – спросил он. «Я провожу расследование», – объяснил Бергер. «И хочу задать вам несколько вопросов. Не возражаете?» «Нет, конечно», – ответил Лекстер. «Но меня удивляет то, как это делается. Откуда взялась нелепая идея выкапывать?» «Никаких вопросов, никаких!» – закричал Шастер. «И отвечать только, если я разрешу». «Да ну вас, Шастер», – отмахнулся Сэм. «Я смогу ответить на любой вопрос прокурора». «Не дурите», – простонал Шастер. «Вовсе это не расследование окружного прокурора. Это все дело рук выскочки Мэйсона. Все вокруг этого чертова кота. Не отвечайте им, ничего не отвечайте. Прежде всего вас одурачат, а потом...» «Вы лишитесь наследства». Мэйсон восторжествует. Все получит у Инфред. Даже кот будет смеяться. «Замолчите, мистер Шастер», – приказал Бергер. «Я собираюсь говорить с Сэмом Лекстером. И так, чтобы вы меня не перебивали. Заходите в дом, мистер Лекстер. Вам нужен доктор осмотреть раны?» «Не думаю», – сказал Лекстер. Меня занесло на телефонный столб. Сильно тряхнуло, ушиб правую руку. Но, наверное, достаточно промыть антисептиком и нормально перевязать. «Не мешало бы, конечно, чтобы врач посмотрел, но я не хочу вас задерживать». «Пожалуйста», – подбежал к нему Шастер. «Я вас умоляю, прошу вас, не делайте этого». «Замолчите», – повторил Бергер и взял Сэма под руку. Лекстер с Бергером вошли в дом. Сразу за ними Глассмен. Шастер медленно поднимался по ступенькам, точно старик, каждый шаг, для которого тяжелая работа. Мэйсон наблюдал, как трое мужчин пересекли гостиную и скрылись за дверью. Он уселся в гостиной. Дрейк достал из кармана сигарету, устроился на пуфике, скрестил ноги и произнес. «Но так-то». Джим Брэндон, стоя в дверях, сказал Шастеру. «Не знаю уж, надо ли вам входить». «Не дурите», – сказал Шастер и понизил голос так, чтобы Мэйсон и Дрейк ничего не услышали. Брэндон тоже понизил голос. Они продолжили разговор шепотом. Зазвонил телефон. Через несколько минут толстая женщина с заспанными глазами прошла по коридору, застегивая халат. Она сняла трубку, сказала «Алло» с сонным и неприветливым голосом. Лицо ее выразило удивление, и она произнесла «Да, мисс Уинфред?» «Конечно, я могу его позвать». «Он, конечно, спит». «Сказать ему, чтобы он попросил мистера Мэйсона позвонить вам?» Перри Мэйсон бросился к телефону. «Если кто-то спрашивает мистера Мэйсона, вмешался адвокат, то я здесь». «Это мисс Уинфред Лекстер». Женщина подала ему трубку. «Алло», — сказал Мэйсон и услышал голос Уинфред, взволнованный, почти истеричный. «Слава богу, что я смогла вам дозвониться. Я не знала, где вас искать, так что хотела передать через Эштона. Случилось нечто ужасное. Вам надо немедленно приехать». «Вообще-то я пока занят», — спокойно ответил Мэйсон. «Вы можете в общих чертах объяснить, что случилось?» «Не знаю, но у Дугласа что-то серьезное. Вы помните Дугласа? Дуглас Кин!» «Что же с ним случилось?» «Не знаю, но я должна вас видеть». «Я выйду отсюда минут через десять», — обещал ей Мэйсон. «Это все, что я могу сделать. Здесь еще одно дело, в котором я заинтересован. Где вас искать?» «У меня в заведении. Витрины не горят, просто открывайте дверь и входите». «Хорошо. Я выхожу через десять минут», — твердо сказал Мэйсон. Он повесил трубку, а Шастер, оставив Брэндона у двери, пересек Холл быстрыми нервными шагами и схватил Мэйсона за пол у пиджака. «Вы этого не сделаете», — объявил он. «Вы не можете так уйти. Это чудовищно. Я буду жаловаться. Это шантаж». Мэйсон оттолкнул его рукой и сказал, «Вернитесь лучше к своим лекциям, Шастер. Никто не может обвинить вас в их излишней сухости». Мэйсон достал из кармана платок и вытер лицо. Шастер возбужденно подпрыгнул, точно терьер, лающий на быка. «Вы же знали, что нельзя нарушать завещание. Завещание так же верно, как золото. Что вы натворили? Пытаетесь пришить моим клиентам дело об убийстве? Ничего не получится. Вы с вашим привратником наживете кучу неприятностей. Кучу! Вы слышите? Вы...» Его прервал окружной прокурор Бергер, вошедший в сопровождение Глассмана. Лицо Бергера выражало недоумение. «Мэйсон», — сказал он, — «вы что-нибудь знаете о бриллиантах, которые находятся у вашего клиента Эштона?» «Нет, но мы можем его спросить», — предложил Мэйсон. «Кажется, надо с ним поговорить. Очевидно, он тут замешан». Мешался Шастер. «Нарушение закона! Все подтасовано! Это Мэйсон состряпал, чтобы нарушить волю покойного!» Мэйсон вежливо улыбнулся. «Я вас предупреждал, мистер Шастер, что всегда бью неожиданно». «Вы хотите, чтобы я позвала привратника?» Спросила пожилая женщина в халате. Тут в комнату вошел Оуфли в халате и домашних туфлях. «Вы кто?» Спросил женщину Бергер. «Экономка», — вмешался Оуфли. «Миссис Пиксли». «Лучше бы пойти допросить привратника, не предупреждая его специально», — предложил Бергер. «Послушайте», — сказал Мэйсон. «Не кажется ли вам, что в данных обстоятельствах я должен быть в курсе того, что вы узнаете?» «Идемте», — пригласил Бергер. «Вы будете в курсе, но не перебивайте ни вопросами, ни советами». Шастер заметался вокруг стола. «Вы за ним хорошенько следите», — предупредил он. «Он все это дело из пальца высосал». «Замолчите», — бросил Том Глассман через плечо. «Идемте», — сказал Бергер миссис Пиксли. «Покажите дорогу». Женщина пошла по коридору. Задники ее туфель шлепали на ходу. Пол Дрейк пристроился рядом с Перри Мэйсоном. Оуфли отстал, чтобы поговорить с Шастером. Бергер держал под руку Сэма Лекстера. Женщина вела их по лестнице в подвальный этаж. Открыла дверь, прошлепала по цементному полу, остановилась перед следующей дверью и спросила. «Постучать?» «Нет, только если заперто», — сказал ей Бергер. Она повернула ручку и распахнула дверь. Мэйсон не мог разглядеть внутренность комнаты, но он видел лицо экономки. При свете, падающем из комнаты, он увидел, как ее полное лицо застыло в диком ужасе. Ее твердые губы раскрылись, и он услышал крик. Бергер выскочил вперед. Экономка покачнулась, воздела руки, колени ее задрожали, и она начала оседать. Глассман тоже устремился в комнату. Оуфли поддержал экономку подмышки. «Спокойно», — сказал он. «Что случилось?» Мэйсон протиснулся мимо них. Кровать Чарльза Эштона стояла под открытым окном. Окно располагалось на уровне земли. Оно было подперто палкой, и отверстие составляло 5-6 дюймов, как раз столько, чтобы мог пройти кот. Кровать стояла прямо под окном, а на белом покрывале была масса грязных кошачьих следов, и на подушке тоже. В постели лежал Чарльз Эштон с искаженным лицом. Достаточно было взглянуть на выпученные глаза и высунутый язык, чтобы опытные люди поняли, от чего он умер. Бергер повернулся к Глассману. «Не пускайте сюда никого. Позвоните в отдел убийств. Не выпускайте Сэма Лекстера из поля зрения, пока все не выяснится. Я буду здесь и все осмотрю. Начинайте». Глассман повернулся, задел плечом Мэйсона и извинился. Мэйсон вышел из комнаты. Глассман захлопнул дверь. «Пропустите меня к телефону!» «Мистер Оуфли, не пытайтесь удрать!» «Почему это я должен удирать?» Обиделся Оуфли. «Не делайте никаких заявлений!» «Не делайте никаких заявлений!» Истерически умолял Шастер. «Молчите!» «Говорить предоставьте мне!» «Неужели не понимаете?» «Ведь это убийство!» «Не разговаривайте с ними!» «Не подходите к ним!» «Не...» «Закройте рот!» «Воинственно подступил к нему Глассман. «Или я сам заткну его!» Шастер увильнул от него точно белка, беспрерывно бормоча. «Никаких заявлений!» «Никаких заявлений!» «Разве вы не понимаете, что я ваш адвокат?» «Вы же не знаете, в чем вас хотят обвинить!» «Молчите!» «Дайте мне говорить вместо вас!» «В таких разговорах нет необходимости!» «Заверил его Оуфли!» «Я так же хочу знать истину, как и эти должностные лица!» «У вас истерика!» «Помолчите и успокойтесь!» Когда все поднимались по лестнице, Пэрри Мэйсон, отстав, наклонился к Полу Дрейку. «Побудь здесь, Пол!» Попросил он. «Посмотри, что будет!» «Постарайся увидеть все, что сможешь!» «А не сможешь увидеть?» «Пусть работают твои уши!» «Смываешься?» «Есть еще срочные дела!» «Ответил Мэйсон!» Поднявшись по ступенькам, Глассман поспешил к телефону. Мэйсон повернул направо, прошел через кухню, спустился с крыльца и оказался на улице. Глава восьмая Электровывеска, прославляющая Вафли Уинни, не светилась. Над дверью горел ночник. Пэрри Мэйсон повернул ручку, дверь отворилась. Мэйсон закрыл ее за собой, прошел между стойкой и столиками и оказался перед еще одной открытой дверью. В комнате было темно. Он услышал, как всхлипывает женщина. Мэйсон сказал «Хелло!» Щелкнул выключатель. Комната осветилась мягким светом настольной лампы под розовым шелковым абажуром. У стены стояла односпальная кровать. Видны были два стула, стол и книжный шкаф. Самодельный шкаф был полон книг. Угол комнаты отгораживала портьера. За ней, через щель, Мэйсон увидел душ, напоминавший гусиную шею. На стене висело несколько фотографий в рамках. Несмотря на скромную обстановку, в комнате царила атмосфера домашнего уюта. На столе фотография Дугласа Кина в рамке. Уинфред Лекстер сидела на кровати. Глаза ее были красны от слез. Большой персидский кот свернулся у нее под боком, прижавшись к бедру девушки и громко мурлыкал. Когда зажегся свет, кот грациозно повернулся и уставился на Мэйсона ярко горящими глазами. Потом зажмурился, потянулся, зевнул и снова замурлыкал. «Что случилось?» – спросил Мэйсон. Девушка безнадежно указала на телефон, как бы желая все объяснить этим жестом. «А я-то думала, что посмеюсь над жизнью!» – сказала она. Мэйсон пододвинул стул и сел рядом. Он видел, что девушка на грани истерики и произнес с участием. «Славная киска!» «Да, это Клинкер!» – Мэйсон поднял брови. «Дуглас съездил и взял его!» «Зачем?» «Потому что боялся, что Сэм его отравит!» «Когда?» «Часов десять! Я его послала!» Он говорил с Эштоном? «Нет, Эштона не было!» «Не возражаете, если я закурю?» «И я закурю! Вы, должно быть, считаете меня ужасным ребенком!» Мэйсон достал из кармана пачку сигарет, серьезно протянул ей и подал спичку. «Вовсе нет!» – сказал он, зажигая сигарету. «Здесь довольно одиноко, да?» «Пока нет, но будет!» – сказала она. «Расскажите мне, как только будете готовы!» – предложил он. «Я еще не готова!» Голос у нее стал тверже, но в нем все еще звучали нотки истерики. «Я слишком долго сидела здесь в темноте и все думала, думала...» «Хватит думать!» – перебил он. «Давайте просто поговорим. В какое время Дуглас Кин уехал от Эштона?» «Часов в одиннадцать, наверное?» «А что?» «Он там был около часа». «Да». «А когда же начался дождь?» «До одиннадцати или после?» «Ой, раньше!» «Еще до девяти!» «Вы можете точно сказать, когда именно Дуглас принес кота?» «Нет, я вафли готовила!» «А почему вы спрашиваете?» «Просто пытаюсь завязать разговор», – небрежно заметил Мэйсон. «Я для вас слишком чужой человек, чтобы со мной откровенничать. Вот я и хочу, чтобы вы ко мне немного привыкли». Дугласа впустил кто-то из слуг? «В городской дом?» «Нет, я дала Дугу свой ключ. Я не хотела, чтобы Сэм знал, что я беру кота. Дедушка дал мне ключ от дома. Я его так и не вернула». «Почему вы не дали знать Эштону, что взяли кота? Ведь он будет беспокоиться». «Он знал, что Дуг едет за клинкером». «Откуда?» «Я ему звонила». «Когда?» «Перед тем, как Дуг ушел». «А когда он ушел?» «Не знаю, мы договорились по телефону, что лучше мне пока подержать клинкера у себя. Он сказал, что будет дома, когда Дуг приедет, и велел дать Дугу мой ключ, чтобы Сэм ничего не знал». «Но Эштона не было, когда приехал Дуг». «Нет». «Дуг целый час ждал, потом взял кота и уехал». Мэйсон, откинувшись на спинку стула, изучал клубящийся сигаретный дым. «Клинкер всегда спит на постели Эштона, да?» «Да». «Еще какие-то кошки есть?» «Вы имеете в виду в доме?» «Да». «Нет, наверное, нет. Клинкер любую кошку выжил бы. Он ужасно ревнивый, особенно на дядю Чарльза ревнует». «Дядю Чарльза?» «Я так иногда называю привратника». «Довольно странный он, да?» «Странный, но хороший, если узнать его поближе». «Честный?» «Конечно, честный. Скуповат, малость, а?» «Был бы скуповат, если бы ему было что жалеть. Он долго служил у дедушки. Дедушка всегда не доверял банкам. Когда прошел тот бум с золотом, дед чуть не умер. Он ведь копил золото. Но тогда он пошел, сдал золото и получил бумажные деньги. Это был такой удар для дедушки. Он несколько недель не мог оправиться. Чудак, должно быть, был». «Да, большой чудак. И такой славный. У него было чувство справедливости. Судя по его завещанию, этого не скажешь». «Нет», – возразила она. «При данных обстоятельствах это было лучшее, что он мог сделать. Кажется, Гарри меня совсем загипнотизировал». «Гарри?» – переспросил Мэйсон. «Гарри, мэн. Он казался таким прямодушным, откровенным. Но он таким не был. Как только он понял, что я ничего не наследую по завещанию, он сразу взял назад все свои слова. Наверное, боялся, что я его женю на себе». «Есть у него деньги?» «У него хорошее место. Он зарабатывает около 600 долларов в год в какой-то страховой конторе». «Дуглас Кин привязан к вам, да?» Мэйсон осторожно перевел разговор на молодого человека, чей портрет стоял на столе. «Да, привязан. Он молодец. Он самый прекрасный в мире. А я не понимала до сих пор, сколько в нем хорошего. Ведь слова ничего не значат. Просто есть люди, которые умеют говорить их лучше других». Мэйсон кивнул, ожидая, что она скажет еще. «Я хотела вас видеть насчет Дугласа», сказала она. «Случилось нечто ужасное. Дуглас боится, что меня втянут. Он сам как-то в этом замешан. Не знаю, как именно». «Что же случилось?» спросил Мэйсон. «Убийство». И она зарыдала. Мэйсон подошел к кровати, сел рядом с ней и обнял ее за плечи. Кот, оценивающий, посмотрел на него, прижал уши, потом успокоился, но больше не мурлыкал. «Ну, успокойтесь», произнес Мэйсон. «Скажите, что вы знаете». «Я знаю только, что Дуглас позвонил. Он был ужасно взволнован. Сказал, что кого-то убили, и он не хочет, чтобы меня впутывали. Поэтому он уедет, и я его никогда не увижу. Он велел мне ничего не говорить и не упоминать его». «Кого же убили?» «Он не сказал». «Почему же он думает, что вас могут впутать?» «Наверное, потому что я его знаю. Все так глупо. Я думаю, все это связано с дедушкиной смертью». «Когда он вам звонил?» «Минут за пятнадцать до моего разговора с вами. Я пыталась дозвониться всюду, в вашу контору, на квартиру. Нигде никто не ответил. Тогда я решила позвонить дяде Чарльзу. Он говорил, вы ему звонили. Что-то насчет Сэма и окружного прокурора. Вот я и решила, что он, возможно, еще будет с вами говорить». «Вы знали?» «Спросил Мэйсон, что ваш дед был убит». «Дедушка?» Ее глаза расширились. «Нет». «Вам не показалось, что дом сгорел как-то странно?» «Почему?» «Огонь вспыхнул где-то возле дедушкиной спальни. Ночь была ветреная. Я подумала, что пожар начался из-за неисправной проводки». «Вернемся к коту», сказал Мэйсон. «Он у вас часов с одиннадцати». «Да, может быть, с начала двенадцатого». Мэйсон кивнул и взял кота на руки. «Клинкер?» спросил он. «Не хотел бы ты немного прокатиться?» «Что вы хотите этим сказать?» не поняла Уинфред. Пэрри Мэйсон, держа кота в руках и не спуская глаз с девушки, медленно произнес. «Сегодня вечером был убит Чарльз Эштон. Я еще не знаю точно, в какое время. Его задушили. Вероятно, когда он лег спать. Все покрывало, и подушка были в грязных кошачьих следах. Эти следы вели к самому лбу Эштона». Она вскочила, глаза ее расширились, бескровные губы раскрылись, как будто она пыталась закричать. Но звука не было. Пэрри Мэйсон бросил кота на кровать и обнял Уинфред, погладил по волосам. «Успокойтесь», сказал он ей. «Я возьму кота с собой. Если кто-нибудь станет вас допрашивать, не отвечайте ни на какие вопросы». Она выскользнула из его объятий села на кровать. Лицо ее выражало страдание. «Он этого не делал», повторяла она. «Не мог он. Я его знаю. Он мухи не обидит». «Можете вы продержаться?» спросил он, «пока я избавлюсь от кота». «Что вы хотите с ним сделать?» «Спрячу, пока все не уладится. Вы же понимаете, что значит кошачьи следы на той кровати. Это значит, кот был там после убийства». «Невероятно», сказала она. «Конечно», ответил он. «Но нам надо заставить других поверить, что это невозможно. Весь вопрос в том, сможете ли вы быть достаточно храброй, чтобы помочь мне». Она кивнула. Перемейсон взял кота и направился к выходу. «Послушайте», сказала она, когда Мейсон взялся за ручку двери. «Понятно ли вам, что вы должны защищать Дугласа? Вот зачем я вам позвонила. Вы должны его найти и поговорить с ним. Дуглас не виноват. Вы должны это доказать. И нечего ему собой жертвовать. Вы меня поняли?» «Понял», сказал он серьезно. Она подошла к нему и положила руки ему на плечи. «Он умный, его не поймают», сказала она. «Ну, не смотрите на меня так. Я вижу, вы думаете, его найдут, но вы не знаете, какой Дуглас умный. Полиция никогда его не схватит. Но это значит, что ему придется скрываться, пока вы все не выясните. И я знаю, что должно случиться из-за меня. Полиция вообразит, что он захочет связаться со мной. За моим заведением будут наблюдать, прослушивать телефон, сделают все, чтобы заманить Дугласа в ловушку». Мэйсон кивнул и потрепал Уинфред по плечу свободной рукой. «У меня есть немного денег», продолжала она. «Дело хорошее, но я его только начинаю. Я могу заработать на жизни чуть больше. Я буду платить вам помесячно. Отдам вам все, что заработаю. Мне ничего не нужно, только прокормиться. Вафли да кофе». «Потом поговорим», прервал ее Мэйсон. «Сначала разберемся, что к чему. Если Дуглас Кин виновен, ему лучше явиться с повинной». «Но он не виновен, этого не может быть». «Ладно, ладно, но вам надо избавиться от кота, иначе вы будете замешаны в этом убийстве, понимаете?» Девушка молча кивнула. «Мне нужна какая-нибудь коробка, чтобы нести кота». Она кинулась к кладовке и вытащила большую шляпную коробку. Пальцем проткнула в крышке дырочки для воздуха. «Я сама его посажу», сказала она. «Он тогда поймет». «Клинкер, этот человек возьмет тебя с собой. Отправляйся с ним и веди себя хорошо. Будь хорошей кисой». Она посадила кота в коробку, погладила его и накрыла крышкой. Перевязала веревочкой и вручила коробку Мэйсону. Адвокат взял коробку за веревочку и обнадеживающе улыбнулся. «Будьте спокойны. Помните, не отвечайте на вопросы. Я дам о себе знать через некоторое время». Мэйсон вышел из дома на ветер и дождь. Кот в коробке беспокойно вертелся. Мэйсон положил коробку на сиденье машины, сел за руль и завел мотор. Кот слабо мяукнул в знак протеста. Мэйсон ласково поговорил с котом, проехал несколько кварталов, потом завернул за угол к открытой всю ночь аптеке. Остановил машину, вышел, взял с собой коробку и вошел в аптеку, где клерк во все глаза уставился на него. Мэйсон поставил коробку на полтелефонной будки и набрал номер Деллы Стрит. Через несколько минут он услышал ее сонный голос. «Привет, Делла», сказал он, «просыпайся, вымой лицо холодной водой, накинь на себя что-нибудь и будь готова открыть мне, когда я позвоню в твою квартиру. Я выезжаю». «Который час?» «Около часу». «Что случилось?» спросила она. «Не могу объяснить по телефону». По голосу было слышно, что она совершенно проснулась. «Господи, шеф, я думала, что ночами ты работаешь только расследуя убийство. У тебя же дело о кошке. В какие неприятности ты мог попасть с кошкой?» «А вот попал». Он таинственно хмыкнул и повесил трубку. Глава девятая Делла Стрит в халате, накинутом поверх шелковой пижамы, сидела на краю постели и смотрела, как Перри Мэйсон развязывает шляпную коробку. «Это ты в час ночи вытащил меня из постели, чтобы показать последнюю модель шляпки?» спросила она. Адвокат сказал, снимая веревочку с коробки. «Что он устроил мне в телефонной будке?» Он снял крышку, клинкер выпрямил лапы, выгнал спину, зевнул, фыркнул и прыгнул в кровать. Он с любопытством обнюхал Деллу Стрит и свернулся у нее под боком уютным меховым клубочком. «Если ты собираешься заняться коллекционированием, сказала Делла, лучше собирай почтовые марки. Для них нужно меньше места». Она почесала кота за ушами. «Я был бы польщен, сказал Мэйсон, если бы он так признал меня, как тебя. Насколько мне известно, он любит немногих». «Хочешь, чтобы он составил компанию коту-привратника?» спросила она. «Кот-привратника?» «Почему бы тогда не оставить его привратнику?» «Когда я видел привратника в последний раз, он был мертв. Лицо его было ужасно, а по всей постели грязные кошачьи следы. Кто это сделал?» Она вся напряглась. «Не знаю». «А что думает полиция?» «Не знаю. Не уверен, что им это уже известно». «А что они подумают, когда до этого доберутся?» «В привратнике заинтересованы несколько лиц. Есть основания предполагать, что у него было около полумиллиона долларов наличными. Часть их, возможно, заперта в банковском сейфе. За миллион люди готовы на многое. И еще есть ценные бриллианты, которые тоже могут находиться у Эштона. Я приметил зеленый пак карт, который следил за Эштоном у нашей конторы. Он стоит в гараже городского дома Питера Лекстера. Кого мы защищаем? Юного друга девушки, которая владеет закусочной. Контракт есть? Ты любишь вафли?» ответил он вопросом на вопрос. «Слушай, шеф!» В глазах ее мелькнуло беспокойство. «Ты ведь не станешь без гонорара влезать в дело об убийстве?» «Кажется, я уже сделал это». «Но почему ты не сидишь в конторе и не ждешь, чтобы клиенты после ареста сами к тебе обращались, а потом ты защищал бы их в суде? Вечно ты выскакиваешь. Откуда у тебя этот код?» «Мне его дали». «Кто?» «Девушка, умеющая замечательно готовить вафли, но об этом тебе полагается забыть». «Ты что, хочешь, чтобы я оставила кота здесь?» «Вот именно». «Тайно?» «По возможности. А если у тебя есть подруга, которая может его приютить, это было бы еще лучше. Полиция будет его искать. Полагаю, он будет фигурировать в деле». «Умоляю, шеф», сказала она, «Не рискуй своей профессиональной репутацией, не ввязывайся в это дело. Уедем, уплывем на восток. Когда будут арестованные, появляйся и защищай кого хочешь, но не ввязывайся в это дело». Глаза Перри Мейсона стали ласковыми, почти отцовскими. Он взял ее руку и погладил. «Делла», сказал он, «хорошая ты девушка. Но мне не суждено то, чего ты хочешь. На этом лайнере я мог бы наслаждаться дня три, а потом с ума сошел бы от безделья. Я буду работать так, что освобожусь от этого дела гораздо быстрее, чем от путешествия на восток». «Значит, собираешься заняться делом привратника? Я уже им занимаюсь». «Думаешь, этого твоего подзащитного будут обвинять в убийстве?» «Возможно». «Он тебе ничего не заплатил?» «К черту деньги!» Мэйсон нетерпеливо тряхнул головой. «Если в убийстве обвиняют богатого, я хочу получить с него жирный кусок. Если же хорошие люди попали в беду и их обвиняют в убийстве, которого они не совершали, я должен доказать ложность обвинения». «Откуда ты знаешь, что этот парнишка невиновен?» «По впечатлению, которое он на меня произвел при встрече». «А если он виновен?» «Тогда мы найдем смягчающее обстоятельство или склоним его к признанию и добьемся смягчения приговора. Или я плохой адвокат». «Ну что за парадоксы?» воскликнула она, но ни в глазах ее, ни в голосе не было упрека. «Зачем же быть ортодоксальным?» усмехнулся Мэйсон. Она тоже усмехнулась и встала. «Ты меня беспокоишь, как своевольный ребенок беспокоит свою мать. Ты смесь ребенка и великана. Мне кажется, что ты скоро превратишься в кого-то ужасного. Так и хочется сказать «Не пей водицы!» «Материнские чувства?» Мэйсон улыбнулся еще шире. «Когда ты заполняла бланк, поступая на работу, я узнал, насколько ты моложе меня. Лет на какая галантность! Изучая твои судебные протоколы, я могла бы выяснить, насколько ты мне льстишь. Береги кота, сказал он, подходя к двери. Не потеряй его. Зовут его Клинкер. Смотри, как бы он не улизнул на улицу, он нам может пригодиться. Неужели полиция станет искать его здесь? Не думаю, но во всяком случае не сразу, пока еще все не накалилось. Пожелаешь мне не пить водицы? В ее улыбке были гордость и нежность, и она сказала, ладно уж испей, но не погружайся по самую макушку. Да я еще и ног не замочил, уверил он ее, хотя мне кажется, что это случится. Он тихо прикрыл дверь, вышел на улицу и поехал к Эдит-де-во. Входная дверь была заперта. Мэйсон нажал кнопку звонка в квартиру Эдит-де-во и держал на нем палец несколько секунд. Ответа не было. Он вынул из кармана связку ключей, поколебался, попробовал позвонить еще раз. Снова безответно. Он подобрал ключ, замок щелкнул, он вошел в дом. Прошел по коридору к квартире Эдит-де-во и тихо постучал. Ответа не было. Он постоял немного в хмуром раздумье, потом тронул ручку двери. Ручка повернулась, дверь отворилась и он вошел в темную комнату. «Мисс-де-во!» позвал он. Никто не ответил. Перри Мэйсон зажег свет. Эдит-де-во лежала на полу. Окно, выходившее в переулок, было закрыто неплотно, постель была нетронута, а убитая лежала в пижаме очень тонкого шелка. Возле тела Мэйсон увидел деревянный брусок дюймов 18 длиной. Один его конец был расщеплен, на другом краснело пятно, говорившее о многом. Тщательно закрыв за собой дверь, Мэйсон наклонился над телом. На затылке была рана. Очевидно, деревянный брусок использовали как дубинку. Дерево было хорошо отполировано, в диаметре около полутора дюймов. На красном пятне в верхней части бруска отчетливо виднелись отпечатки пальцев. Нижний конец блестел от лака. Мэйсон поспешно осмотрел квартиру. Заглянул в ванную. Она была пуста, но на умывальнике лежало окровавленное полотенце. Он подошел к камину. На решетке нашел залу, она была еще теплой. Мэйсон взглянул на часы. Час тридцать две. Дождь капал в неплотно прикрытое окно. Подоконник блестел от влаги, вода стекала вниз по стене. Мэйсон опустился на колени перед распростертой фигурой, пощупал пульс. Поднялся, подошел к телефону, перехватил трубку носовым платком, позвонил в полицейский участок. Поспешно произнес измененным голосом. «Женщина умирает от удара по голове. Пришлите скорую». Когда он убедился, что его поняли, он дал адрес и повесил трубку. Вытер дверную ручку платком с обеих сторон, погасил свет, вышел в коридор, закрыл за собой входную дверь и пошел к парадной. Проходя мимо одной из квартир, Мэйсон услышал смех, стук фишек и характерный звук тусуемых карт. Он двинулся дальше и попал в общий вестибюль. Тут до него донесся звук подъезжающей машины. С минуты он колебался, затем приоткрыл дверь и выглянул. На тротуар как раз вышел Гамильтон Бергер. Стоя спиной к Пэрри Мэйсон он смотрел как выходит из машины Том Глассмен. Мэйсон отступил, тихонько закрыл дверь, повернулся и пошел по коридору. Остановился перед дверью, из-за которой доносились звуки игры в карты и постучал. Мэйсон услышал как отодвигают стул, затем по ту сторону двери наступила полная тишина. Он снова постучал. Через минуту дверь приоткрылась и его спросили «Кто там?» «Я из соседней квартиры», дружелюбно улыбнулся Мэйсон. «Ваш покер не дает мне уснуть. Как бы мне все-таки поспать? Или если ставки не слишком высоки, я бы присоединился к игре? Мне все равно». Мужчина с минуту колебался. Басовитый голос из комнаты сказал «Впусти его! Нам не помешает еще один игрок!» Дверь открылась, Мэйсон вошел. Вокруг сидели трое. В комнате было душно. «Какие ставки?» спросил Мэйсон, тщательно закрывая дверь. «Пять десят центов. Если до банка дойдет, доллар». Мэйсон достал из бумажника двадцать долларов. «Можно мне постороннему внести двадцатку?» «Можно ли?» засмеялся мужчина с басовитым голосом. «Да не нам тут вроде манны небесной. Извините, что помешали вам уснуть?» «Мы не знали, что нас слышно». «Ничего, чем спать, я лучше сыграю?» «Меня зовут Мэйсон». «А меня Хаммонд», представился тот, который впустил адвоката. Представились и остальные. Мэйсон подвинул стул, взял фишки и услышал, что кто-то идет по коридору в квартире Эдит Дево. Минут через пятнадцать послышалась сирена скорой помощи. «Давайте-ка рассчитаемся», сказал Мэйсон. «Не попасть бы в свидетели». «А вы случайно не сыщик?» подозрительно взглянул на него один из игроков. «Никоим образом», рассмеялся Мэйсон. Игроки прислушались. В коридоре послышались шаги. Хаммонд взял свой пиджак со спинки стула, надел и сказал, «Ладно, ребята, отложим до следующей недели. Все равно пора закругляться». Сдавая фишки, Мэйсон потянулся и зевнул, произнеся, «Поехать, что ли, выпить кофе с вафлями?» «У меня машина, может вас подвезти?» Мэйсон кивнул. Они вышли вместе. Перед подъездом стояли две полицейские машины и скорая помощь. «Интересно, что такое случилось», заметил компаньон Мэйсона. «Ранили кого-то, что ли?» «Надо отсюда выбираться», предложил Мэйсон. «Я не прочь играть всю ночь в фокер, но терпеть не могу убивать время, отвечая на дурацкие вопросы этих идиотов полицейских». Его случайный попутчик кивнул. «Машина за углом, поехали». Глава десятая Перри Мэйсон распахнул дверь своей конторы и зажег свет. Он взглянул на часы, бросился к телефону, набрал номер агентства Дрейка. Ночной дежурный сообщил, что Пола Дрейка нет и что он не звонил. Мэйсон попросил передать Дрейку, чтобы тот связался с ним и повесил трубку. Он просунул большие пальцы в проймы жилета и начал шагать взад-вперед по комнате, погруженной в свои мысли. Конец третьей части Продолжение следует.